Сегодня эти предметы лежат в витрине, представляют огромную историческую ценность. Трогать их можно в перчатках и только специалистам. А больше трех тысяч лет назад они служили в быту кому-то из древних скифов, легендарных кочевников и прародителей всех народов Средней Азии, не раз воспетых в эпосах от Геродота до Блока. Причем, судя по этим искусным предметам, варвары обладали отличным вкусом и чувством юмора. Вот здесь мы с вами видим очень интересную вещь, украшение пояса, такая бронзовая, такая накладочка фактически, в виде яка. Это третий-второй век до нашей эры, и мы видим с вами его пасть, и очень интересно, где он вот язык, такой як такой, с одной стороны, очень интересный, такой веселый, забавный, озорной, показывает нам язык. Вы попытаетесь разгадать мою загадку, почему я такой. А загадок за шесть тысяч лет своего существования скифы оставили немало. Сегодня осмыслить их пытаются археологи и ученые, исследуя могильные захоронения или курганы. Самые древние найдены в Тыве, в местности Аржан. На раскопках находят чаши, оружие, предметы обихода, украшения. В общем, все то, что пригодилось бы вождям и царям, племен в загробной жизни. Выставлены и гальвана копии легендарного золота скифов. Изделия до миллиметра повторяют свои оригиналы. Вторая часть экспозиции – современное искусство Тывы, работы народных мастеров из поделочного камня. Скульптура малых форм тувинцев, она уникальна тем, что она единственная в России, она уникальна тем, что наши мастера и смешные мастеря делают удивительные предметы искусства. Такая часть экспозиции появилась не случайно. Современное народное искусство не только тувинцев, но и бурят, и всех народов Средней Азии, от Северного Китая до Черномория, наследия эпохи скифов. И эти древние якие тигры, сделанные из бронзы, сегодня представляют не только праздный интерес, но и дают хорошую пищу для ума. Через этих животных они отражают свое миропонимание, понимание этого мира. А понимать мир нужно постоянно, всегда. Это не за что мы будем понимать только в первом тысячелеке, а в 21 веке нам не надо его понимать. Ведь это живой вопрос, который остается всегда с человеком. Кто есть? Мы. Откуда мы пришли? Чьи наши предки? Кто будет нашими потомками? Левтина Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня.